всем привет меня зовут татьяна и это канал о вышивке подошел конец месяца вернее сегодня это даже уже первые дни декабря и подошло время подводить итоги как прошел мой вышивальный и рукодельный ноябрь у меня были несколько основных процессов у меня был один процесс который я закончила маленький процесс была грандиозная подготовка к х еду так что будет что показать рассказать это будет такое одно большое скорее всего длинное общее видео сейчас у меня все разложено по моим шкафчиком у меня в том углу стоит небольшой такой шкафчик если вы видите его немного заменила теперь такой вот коричневый шкафчик он мне в интерьер чуть больше подходит и он как бы немного меньше но там помещается размер этих коробочек этих полочек это как раз размер наборов от joy sunday то есть туда в один шкафчик помещается один проект ну и в маленький шкафчик он сейчас пока пустой по большей части но туда могут помещаться какие-то такие маленькие проекты ну а как бы такие процессы чуть побольше я убрала себе кладовку которая здесь у меня дома находится как бы там тоже у меня кое-что хранится я буду доставать по одному процессу ну и что-то по об этом процессе рассказывать потому что были основные проект работы а были такие работы к под настроение иногда мне не хотелось ничего по основному проекту делать а был вот какой-то там час и я доставала тот проект которому душа лежала в тот момент и начинала его потихоньку вышивать все поехали мой сапожок который я начала вышивать неделю назад вот так вот организован у меня процесс здесь у меня лежат мои остаточки ниточек потому что ну по крайней мере на этой неделе это был тот процесс ну был единственный процесс который я вышивала помимо работы с кристальным своим набором поэтому эти остаточки эту баночку для ниточек я как бы здесь решила оставить и ножнички в принципе я здесь в этом наборе храню у меня как бы ниточки сложены сверху потому что как бы из этого шкафчика я в основном только достаю ниточки и ложу их обратно ну а внизу как обычно я ложу все что было в наборе все что как бы сам этот пакетик ложу вот посмотрите мне там еще есть какие-то дополнительные ниточки то есть нитки лежат вот так если я в конце дня или вечером до вышивала набор я обычно эту канву складываю и ложу сюда сверху и этот эту полочку мне убирается в мой шкафчик давайте покажу я с вами прошлый раз в прошлом свое видео делилась распаковкой самого этого набора и началом этого процесса и результатами одного вышивального дня если вы помните я вышила как бы вот эти несколько линий эти несколько линий и здесь я вышивала ну где-то может быть вот до сюда я вышила вот этот фон здесь я уже начала зашивать вот другим оттенком голубого здесь не еще предстоит дошить как бы вот эту часть здесь вот этот цвет пойдет ну и в принципе фон я начала вот такими вот рядами здесь зашивать опять вот этим темным цветом здесь когда начала зашивать то есть взяла пасмачку и 6 ниточек зашила ее у меня цвет мне ниточка еще осталось я пришла сюда начала ее зашивать потом у меня осталось еще три ниточки с этой пасмачки я их здесь тоже закончила то есть в принципе вот это результаты это получается двух ниточек метровых то есть я вышила полностью одну пасмачку я не люблю обратно вешать ее на органайзер у меня обычно вот я беру ниточку из шести ниточек у меня получается что там две метровых мои как бы нитки которые я могу использовать для шитья я сразу все всю эту пасму стараюсь вышить поэтому я вот сейчас жду вот допустим такой цвет если я здесь начну его здесь зашивать у меня здесь он чуть-чуть за шьется потом естественно эти две нитки придется и здесь зашивать здесь потому что много таких вот небольших участков здесь скорее всего я буду делать такие протяжки но когда делаю протяжки я обычно на изнанке пропускаю ниточки под сам с ниточками вот этой канвы то есть соответственно у меня нету таких прям ниточек натянутых либо под вышитыми крестиками либо под ниточками канвы я всегда пропускаю даже несмотря на то что потом я буду поверх это все закрывать уже отшитыми другими ниточками все равно мне нравится через канву пропустить особенно особенно в этом наборе 11-й каунт 14-й каунт тоже делать очень удобно так что продвижение вот за неделю у меня такие получается что я на неделе вышивала где-то у меня одна ниточка зашивает 100 крестиков где-то там плюс минус 10 крестиков и я вышивала где-то по три ниточки в среднем каждый день иногда было три ниточки иногда было четыре ниточки и вот за за недельку у меня в такой вот результат получился даже не за неделю за пять дней то есть я дошила еще может быть где-то стоит 1500 крестиков зашивается очень легко естественно сейчас немного скучно но вот это скука не нравится потому что особенно в конце рабочего дня как бы отшить сесть и вышить одну ниточку зашить этот фон и не думать о каких-то переходах мне нравится сам этот процесс и в прошлом видео показывала как я решила вышивать то есть как обычно из-за того что канва очень жесткая мне не понравилось натягивать ее на раму и на раме вышивать и двумя руками поэтому я вышиваю в два прокола на руках просто канву сворачиваю как-нибудь в трубочку поэтому если вы видите у меня здесь уже такие небольшие складочки образуются но эти складки всегда очень легко их выровнять они как эта канва как мнется хорошо также она и потом сама расходится и вот когда я заканчиваю вышивать эту работу и и вот так вот сворачиваю или даже вот так вот сделаем иголочка если вы видите у меня прикрепляется на самой работе и вот так вот убираю эту полочку в свой шкафчик но я перехожу к другому своему основном процессу это мой кристальный процесс такая же организация как и для моих вышивальных процессов я одну полочку выделила под этот кристальный процесс и постаралась чтобы все для работы с этим процессом у меня сюда поместилось естественно сама работа я ее не сгибают если я допустим не хочу ее убрать я просто убираю ее как бы в другой комнате у меня есть такой большой шкафчик я просто ложу на поверхность так вот закрываю как бы этими же листочками которые восковыми был восковой бумажкой которая была приклеена вот к этой липкой схеме то есть она и служит у меня как бы такой защитной сейчас поверхностью для этого полотна давайте покажу вам быстренько или просто напомню вам организацию своего процесса для этого процесса я использую вот такие вот органайзеры не вот с этой стороны у меня открываются то есть когда я начинаю работать так вот у меня открывается этот органайзер я беру тот свет который мне нужно открываю здесь у меня в каждой в каждую ячейку помещается по два вот таких пакетиков остаточки которые пока еще не поместились я вот положила вот отдельной такой коробочки положила сюда здесь же у меня хранятся такие вот бумажки которые я использовала для организации и потом у меня такая коробочка нашлась и я сюда поместила все свои принадлежности это воск но это запасы моего воска потом у меня есть вот такая вот штучка чтобы как бы кристаллы выкладывать сразу по несколько штук но как казалось мне не особо удобно и пользоваться мне намного быстрее и аккуратнее получается пользоваться все-таки карандашом для одного кристаллика использую иногда в работе в основном я всегда пользуюсь одним треем в работе но так как у меня есть другие свои кристальные наборы поэтому я запасные треи взяла иногда бывает даже по три трея беру раскладываю 3 раз цвета и начинаю заполнять я как нибудь отдельно вам сниму видео как у меня идет именно на работа с этим кристальным процессом как я это все организую в момент выкладывание кристаллов сейчас это просто такое подведение в принципе итогов месяца и этот кристальный процесс я начала выкладывать прям в первых числах ноября посмотрите какой мне результат но этот процесс я потратила много много времени наверное первые две недели ноября я занималась только им и может быть там несколько часов может быть часов 5-6 там на выходных я потратила еще на какую-то вышивку а все время вот у меня тратилась на вот этот процесс я могу с уверенностью сказать что у меня половина уже точно кристалликами выложена посмотрите вот эта часть у меня уже полностью выложена у меня какие-то пробелы еще есть вот наверное вот на как бы здесь здесь немного есть пробелы и вот здесь все остальное я как бы заполняю опять по цветам потому что я выкладываю какое-то вы допустим я нахожу вот здесь вот какой-то цвет который я еще не выложила я беру эту звездочку выкладываю на 3 какое-то количество кристаллов и начинаю всю эту звездочку как бы вот отсюда туда заполнять отсюда туда заполнять как бы вот работаю прям такими полосками очень часто работаю как бы половина этой полоски снизу потом переворачиваю вот так вот свою работу и начинаю работать вот с этой частью как бы ну где у меня более-менее так удобно достают руки и мне еще нравится все-таки выкладывать с кристаллами вот с этой части то есть когда здесь уже более-менее заполняется я ухожу вверх потому что здесь липкая основа и если я бы выкладывала тут мне бы руку свою правая правша правую руку надо было подержать на весу это естественно неудобно я обычно ее облокачиваю на вот уже выложенные кристаллы и просто кистью вожу атрия к этой схеме атрия к схеме у меня как бы так быстро получается выкладывать вот здесь вот у меня посмотрите значок пи здесь много такой оранжевый цвет оранжевым цветом здесь вот это небо синие и сами деревья здесь много оранжевого цвета у меня получается так что вот этот значок пи этот оттенок оранжевого цвета и черный цвет у меня были дополнительные такие большие большие пакеты я эти пакеты уже разложила здесь по своим органайзером всех особо не подписывала но как бы это два таких основных цвета вот видите у меня черный 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 еще черный 310 цвет это по тем же оттенком что и мулине и потом вот этот цвет это значок пи я даже не знаю где он а вот здесь вот у меня этот значок пи то есть вот столько кристаллов в принципе у меня осталось все остальное я по идее уже выложила пока еще не знаю хватит ли полностью у меня всех кристаллов на этот процесс надеюсь что хватит это мой такой третий процесс который близится к завершению и первые два процесса у меня вообще проблем с количеством кристаллов не было я надеюсь что здесь будут такие же положительные впечатления посмотрите я вот сейчас эту работу двигаю здесь нет особо какого-то такого прямого прямого солнечного цвета это все-таки просто такой дневной свет посмотрите как она переливается я должна сказать что сами эти кристаллы они не блестящие это матовые кристаллы но из-за того что по имеют такую такую огранку своей поверхности то создается такие вот блики во время того когда мы там смотрим под разными углами вот здесь посмотреть такая мешанина цветов вот допустим я вам сейчас показываю что-то кто-нибудь из вас может догадаться что это такое это один из персонажей этой картины естественно здесь совершенно ничего не понятно что это такое но я все-таки давайте оставлю этот вопрос подвешенным в воздухе все-таки ваше предположение что я вам тут показала вот издалека в принципе начинает очертание выделяться этого персонажа но сейчас это выглядит вот так вот 20 крестиков такая мешанина вернее не крестиков 20 квадратиков а вот издалека это у нас вот так вот мне интересно догадаетесь вы или нет что там я вам показала ну и вот так вот начинает проявляться две фигуры здесь начинает проявляться зонтик девушка мужчина посмотрите здесь такие блики на мокрой дороге все это блестит переливается конечно здесь очень очень частая смена этих цветов здесь один квадратик второй квадратик третий квадратик 4 квадратик то есть все это далеко так располагается конечно интересно такая подборка цветов но опять же это пиксельность однозначно то есть даже скрывать не стоит видите это однозначно пиксельность как бы я еще давным-давно начинала рисовать всегда нравилась техника такими крупными мазками и я знаю что вы даже если рисуешь какой-то желто-коричневый там желто-красный цветок на синем фоне то всегда надо было брать какой-то синий оттенок и в эти желто-красные цветы где-то его вставлять соответственно за счет своей вот этой крупной пиксельности естественно здесь вот посмотрите даже в фигуре мужчины появляются какие-то такие синие точки но у него как бы этот все темно-синий цвет и брюках и как бы в его фигуре и желтые точки появляются я понимаю что кто-то может сказать что это лишнее я лично считаю что это совершенно не лишнее потому что когда я рисовала в такой технике крупных мазков там действительно все цвета переливались это все как бы придавало такой эффект абстрактности но приближенный к очень такому естественному варианту так что поэтому наверное я и люблю эти кристальные наборы то что они мне напоминают вот такой вот такой вот вид искусства как рисование крупными крупными мазками и естественно сама картина афремова она именно так и нарисована такое вот продвижение очень постараюсь закончить этот процесс в этом году потому что я говорила что у меня по плану я хотела обязательно в этом году начать и закончить бисерный проект кристальный проект ну и несколько на своих вышивок в принципе с окончанием своих вышивальных процессов я очень довольна я и даже не ожидала что мне будет такой год продуктивный этом думала 1 2 работы закончится я буду достаточно счастлива но у меня даже чуть больше закончилась еще если закончу этот кристальный проект то вообще год будет очень удачным так что я буду очень очень стараться и обязательно сниму видео как я подбираю цвета и как я сажусь и как я обустраиваю свое пространство в момент выкладывания кристаллов ну и надеюсь уже ближе к концу декабря вы увидите видео об окончании этого проекта все поехали дальше у меня в спальне есть вот такой вот комод и одна из полок у меня используется именно для организации мои мои вышивки в этой самой верхней полке у меня хранятся вот такие вот работы которые я периодически вышиваю которые у меня натянуты на кью снап или на раму и допустим если я решила остановиться и не вышивать их какое-то время то они у меня вот в таком вот натянутом состоянии переходят в мой комод здесь хранятся здесь же я еще храню свои отшиты работы которые уже постиранные отглажены то есть вот здесь такой широкий широкая полочка и здесь все очень так аккуратно хорошо хранится и в разобранном или вот в собранном виде у меня хранятся еще кью снапы или рамы вот я вам буду показывать как раз вот этот процесс который я вышивала в начале месяца вот ниточки для этого проекта у меня хранятся мне кажется вот тут в самой этой полочке вот так вот они у меня организованы здесь если вы видите используется небольшое количество цветов и несколько мотков обычно я отрезаю ниточку нужной мне длины достаю одну ниточку складываю ее в два раза а другие ниточки вот ложу рядом с этим цветом здесь у меня припарковано несколько иголочек потому что иногда я одной иголочкой надо там тремя вышиваю то есть по-разному бывает но вот для этого процесса такая организация мне кажется очень очень удобной я эту организацию начинала давным-давно потому что у меня этот набор начал отшиваться вернее этот процесс начал отшиваться наверное почти уже два года назад ну полтора скорее всего и вот я тогда это так организовала и меня абсолютно устраивает мне кажется это очень удобно для этого вот проекта ничего не буду переделывать ничего не буду разрешивать или перевешивать тратить время на это не буду тем более что такая организация для меня так хорошо работает 1 наверное первую неделю после того как я купила свой станок я вышивала этот процесс также на этих этур на эти кюснапы я иногда облокачивала на стол и вышивала ну по крайней мере до работы со своим станком то есть именно эту работу здесь канва более-менее такая вот мягкая по сравнению с с канвой а джой сандой поэтому на руках как-то мне не нравится вышивать на этой канве в два прокола а вот так вот натягивая на кюснапы я вышиваю в две руки и достаточно хорошо мне так все продвигается у меня было очень много частей не зашитых на вот этой части орнамента вот это чай вот этой части орнамента вообще не было я соответственно здесь как бы продлила эти линии зашивала зашила эту часть орнамента и здесь у меня были наверное только очертания это вот такой вот цвет бирюзовый все остальное я тоже вот зашила в этом месяце совсем совсем чуть-чуть то есть это был отшив наверное нескольких моих вечеров но может быть в течение недели я работала над этим проектом но так наверное что он может быть 200 300 крестиков и в принципе все так вот идет моя вышивка мои такие крестики мне очень нравится сочетание этих цветов наверное именно поэтому несмотря на то что это такой вот орнамент он будет со всех четырех сторон одинаковым то есть это такая может быть даже своеобразная своеобразное подобие мандалы ну это я так для себя называю но такую такая вариация такая вариация вышивки мне очень нравится я люблю орнаменты мне нравится вот эта идея что несмотря на то как бы я не перевернула эту работу она будет смотреться одинаково поэтому вот так вот она у меня идет здесь у меня есть небольшая замена во-первых по схеме это должно было вышиваться на черной конве а вот эти бирюзовые нитки они должны были быть белыми нитками такая замена грандиозная но мне очень очень нравится обожаю этот бирюзовый цвет мне очень нравится как это смотрится на белом фоне вот такая вот работа но вышивалась она у меня совсем чуть-чуть то есть это я вам начала уже показывать не свои основные процессы а такие вот процессы в промежутках два основных процесса это вот мой с наверно сапожок и кристальный набор вот еще один процесс который я для себя тоже рассматриваю иногда как дорожный процесс посмотрите набор от джойс сандэй он хорошо так помещается вот именно в эти шкафчики которые я недавно купила это моя дорожная сумочка здесь у меня получаю помещается и ниточки мои и сама работа вот у меня иголочка всегда вставлена давайте вам покажу свои результаты результаты такие хорошие мне кажется потому что этот набор я начала ну месяц где-то назад и вот так вот у меня все это продвинулась и в дороге и дома иногда вот буквально я вышиваю наверное две-три ниточки две ниточки сложены вдвое так как это 14 каунт и я вышиваю двумя ниточками у меня получается что одна ниточка это где-то 40-50 крестиков и вот по две ниточки я если сажусь я стараюсь как бы как минимум две ниточки вышить и вышивается кстати не буду вам показывать свою зналку потому что там написано мое желание почти все это желание уже зашилось так что вряд ли вы там даже что-то поймете что было написано но да эта работа у меня вышивается на желание и те кто наверное давно смотрят на канал теоретически могут представить почему я решила вышивать такую работу она очень нежная очень романтичная решила выбрать именно этот процесс хотя это такой монохром но мне нравится сочетание цветов работа небольшая и вот всего десять цветов но вот так вот передается сюжет здесь на этом процессе это скрин схемы но для меня очень скрин схемы достаточно для того чтобы посмотреть как будет сам выглядеть окончательный результат и я некоторые цвета уже полностью зашила если вы видите то я вот так вот так зачеркиваю те цвета которые полностью зашила ну и что-то у меня здесь еще идет надо зашить в центре эти ромашки зашить и еще вот эту работу я тоже буду здесь зашивать орнамент потому что то оформление которое придумала для этого процесса она будет у меня не натягиваться тоже с обратной стороны я буду приклеивать прочный прочный приутюживать флизелин чтобы у меня это работа была такая выглаженная и ровненькая ну и без натяжения буду ее оформлять такой вот замечательный процесс и как обычно я ложу ниточки обратно ниточек более чем достаточно для этого процесса и вот так вот у меня эта работа уходит в шкафчик и я ее убираю посмотрите это еще один из моих процессов многие о нем спрашивали что это за такая радуга у меня вышивается это мои совушки я наверное прошлый позапрошлые выходные я потратила достаточно много времени на этот процесс в течение недели я его не вышивала вышивается он полукрестом ну по крайней мере я так придумала его вышивать полукрестом если вы видите у меня здесь по центру мои полукресты встречаются и расходятся в разные стороны надеюсь вам видно то есть образуется такая косичка именно в центре и все это в одну сторону уходит полукрест в одном направлении в другую сторону полукрест другом направлении давайте вот так вот переверну потому что сейчас канва вернее рама видите как у меня закрыт закреплена я тут пытаюсь найти разные способы крепления на этот станок такой вот способ не очень даже нравится и посмотрите то есть я должна сказать что за одни выходные у меня процесс вышился где-то вот так вот но я и субботу и воскресенье я много вышивала этого процесса а другую часть своей субботы и воскресенье на тот момент я я если честно занималась организации своих ниточек поэтому это было тоже такое расслабление и я опять решила просто на раме особенно после того как я сняла видео об этом станочке я как-то достала этот процесс на раме он у меня уже был натянут тоже я его храню в том же самом шкафчике где хранятся мои уже отшиты работы и кюснапы и натянутые работы достала и начала вышивать этот процесс у меня был нетронутым как минимум год год я к нему не прикасалась он был вышит где-то вот досюда и все и год я к нему не прикасалась и за одни выходные у меня такой большой большой кусок отшился если честно здесь осталось вот отшить вот столько и потом здесь будет такое оформление вокруг и потом не надо будет зашить вот этот белый фон если вы видите белый фон потому что этот это сова должна была вышиваться черными и белыми нитками вот что в итоге у меня получилось я взяла как бы такую радугу мне очень нравится такой вот резкий переход но очень-очень такой радужный но все равно я вышиваю это как монохром из черный цвет у меня создался вот такой вот переход именно вот по четыре по четыре линии вверх я вышиваю каждого цвета вместо белого цвета я решила взять серебристые ниточки и даже не просто серебристые ниточки если вы видите здесь такие серебристые ниточки которые с таким вот цветным цветным переходом сами глаза совы я решила сделать просто серебристыми ниточками чтобы они были более такие яркие я вышиваю в 4 не нити серебристые там бежевая канва просвечивается но мне кажется эффект хуже не становится и то есть белый цвет в своей схеме я зашиваю вот такими вот цветными ниточками еще мне надо будет зашивать бэкстич делать то есть допустим эти цветочки будут оформляться бэкстич чем лепесточки вот здесь если вы видите маленькие такие совята мы здесь другой совенок начинается этой работе будет посвящено отдельное видео потому что я как бы расскажу какая схема была в итоге что я с этой схемой сделала и я еще тоже буду придумывать какой-нибудь орнамент вокруг не знаю мне нравится эти орнаменты вышивать вокруг я знаю что некоторые считают что наоборот лучше бы орнамента не было а мне вот кажется вот ну какой-то лично для меня это завершение процесса завершение моей вышивки и просто у меня такая слабость к орнаментам ничего не могу с этим поделать так что с большим удовольствием их вышиваю как оформлять этот процесс я не знаю но на данный момент мне кажется что какое-нибудь такое интересное панно не броское потому что сама сами эти цвета достаточно яркие поэтому панно должно быть такое очень нейтральное вот именно свою вышивку оформить в панно вот эту я пока мне эта идея очень очень нравится хочу вам задать вопрос как вы думаете какими ниточками я этот процесс вышиваю мне просто интересно что вы думаете по этому поводу и еще наверное вопрос нравится ли вам эти ниточки или нет вышивки вот как они смотрятся сейчас и как вы думаете что это за ниточки вот ваше предположение и должна сказать что это сова была начата это мой третий процесс который я вообще начала начала в своей такой вышивальные можно сказать карьере первые два процесса это были наборы купленные в хобби лобби я вам их давным-давно показывала но может быть как-нибудь еще раз покажу и то есть это мои такие первые первые розы и вот это мой третий процесс который я сама для себя выдумала нашла схему в интернете начала вышивать по кроссе часаги и вот несмотря на то что тогда у меня вообще не было опыта в отшиве или в использовании каких-то материалов все равно вот сейчас смотрю на эту работу и у меня улыбка до ушей то есть вот настолько для меня лично эта работа позитивная несмотря на то что как бы материалы такие наверное для вышивальщицы не особо обычные но для юной вышивальщицы очень даже обычные но несмотря на все это эффект мне очень очень нравится я продолжаю вышивать этими же материалами с большим удовольствием и это вышивка у меня однозначно займет такое очень центральное место в моем доме когда я буду работу все оформлять эта вышивка до сих пор мне очень очень нравится смотрю улыбаюсь радуюсь в принципе это те эмоции которые вышивка должна приносить буду вам показывать следующий такой проект которым я занималась в ноябре и естественно этот проект занял какое-то время моего который рукодельное мое время это процесс организации моего хаеда отдельное видео скорее всего уже вышло по этой организации развешивала я ниточки ну в принципе ниточки я заказывала покупала придумывала как я буду все это организовывать покупала канву размечала канву вот так вот ниточки у меня полностью развесились и если честно для этой работы у меня здесь сейчас развешены только по одному мотору все остальные моточки вот так вот хранятся у меня здесь внутри канва размечена если вы видите размечен такой большой отрез канвы полтора метра на метр и ниточки другие вот у меня две такие еще коробки прозрачные вот так вот у меня будут хранить храниться остальные мои запасы ниточек для этого проекта и так как ниточек очень много посмотрите какую какую коробку я решила себе для этого проекта организовать органайзер у меня вот так вот подписаны подписаны цвета димси подписано количество мотков которые того или иного цвета у меня в этой работе будет задействовано и пронумеровано согласно нумерации в моей кросс стич саги программы эта программа пронумеровала все цвета от меньшего цвета к большему цвету ну в общем такая вот посмотрите это прям мне так нравится реально такое ощущение что это прям парик но мне нравится пока они такие аккуратненькие ровненькие нарезанные то есть мне очень очень нравится как они вот так вот висят а естественно уже к середине там моего проекта или после того как я начну они так аккуратненько висеть не будут но именно поэтому я решила не нарезать все ниточки а вот нарезать только по одному моточку и когда уже допустим здесь какая-то ниточка у меня закончится я возьму еще один моточек нарежу и опять сюда повешу и так вот будет у меня этот процесс организован канва в нужное время натянется у меня на qsnap и буду вышивать с центра уже себе здесь я уже даже выбрала участок с которого хочу начать у меня такое участок где идет снизу зашивка какими-то одними цветами такая большая достаточно зашивка а сверху вот как раз вот это хаедовская сочетание многих-многих цветов поэтому я буду так варьировать и отдельные точки буду зашивать а потом будет зашивать как бы один участок и это центральная часть тоже такая интересная там этот магический шар и сам этот филин его такие когтистые лапы висящ вернее сидящие на этом магическом шаре и потом все его перышки в общем интересный сюжет ну а дальше уже буду отшивать от центра по своему желанию канва уходит у меня тоже в этот шкаф уходят у меня тоже сюда и мои ниточки красота так как это мое итоговое видео всего того что происходило у меня в рукоделии в ноябре месяце большую часть своего времени я потратила на организацию своих ниточек это надо было все развесить разложить поэтому сейчас у меня все это аккуратненько лежит вот в этих трех шкафчиках я сейчас не буду ничего такого прям доставать и все вам подробно рассказывать потому что этому было посвящено отдельное видео но в итогах естественно хотелось показать вам свои вот эти процесс вернее все чем я занималась здесь у меня моточки которые уже когда-то были намотаны естественно их не буду разматывать и перевешивать на вот такие вот органайзера это много ниточек у меня осталось от моего процесса влюбленные лебеди обалденные здесь просто цвета они уже все разрезаны развешаны у меня хранится сама схема и ключ то есть у меня есть нумерация по оттенкам dmc всех этих цветов так что это все лежит у меня в одной коробочке здесь в этом шкафчике у меня лежат вот эти мои металлизированные ниточки или ниточки в принципе это для шитья но здесь разные оттенки я тоже у меня есть одно видео где я вам показывала свою покупку этих ниточек то есть это очень такие приятные блестящие цвета ниточка достаточно тоненькая но вот на 14 каунте я вышиваю в 4 ниточки и все это так плотненько аккуратненько ложится и еще дополнительно сделала опять покупку свою и купила себе 10 цветов таких моточков серебристого цвета и 10 цветов вернее 10 моточков золотого цвета а вот всех других оттенков там продавец предоставлял 15 разных оттенков вот допустим красный показала есть фиолетовый си голубой синий потом это такой черный цвет в общем вот такие вот ниточки у меня здесь хранятся вот здесь у меня хранятся ниточки royals это 50 цветов у меня это была моя пробная покупка мне понравились сами эти ниточки они хлопковые цена около 35 наверное центов за один моточек я их пока никак не организовывала потому что вот они сейчас так аккуратненько лежат пусть лежат потом здесь у меня еще хранятся металлизированные ниточки как бы вот такие вот салливанс и еще у меня вот такие вот ниточки multi color это здесь мне кажется это фирма айрис но это здесь я покупала в магазине хобби лобби и вот ниточки салливанс у меня еще тоже есть multi color то есть один такой шкафчик и другой шкафчик у меня естественно все мои ниточки схс здесь у меня уже кстати нашел свое место это вот дополнительная дополнительный пучок ниточек я купила нитки для хайета мне надо было 335 цветов и вот окупила я 400 цветов и вот я попросила их выслать микс и они мне выслали вот такой вот пакет я его еще не раскладывала он и так аккуратно сложен поэтому я его так аккуратно здесь и буду держать здесь это я так сложила в зип-пакеты те оттенки допустим которые я уже навешала себе но это мои дополнительные какие-то такие вот нитки здесь все это так лежит сейчас я это все достану здесь моя карта цветов dmc эту карту я покупала здесь в магазине оффлайн в магазине хобби лобби она мне обошлась 9.99 эта карта без реальных ниточек потому что я знаю иногда карту цветов можно купить и здесь прям будут вот реальные ниточки здесь это просто фотографии этих реальных ниточек но меня такая карта вполне устраивает то есть сама фотография цвета мне этого достаточно ну и все мои вот так вот разложенные ниточки если вы видите вот в самом начале несколько моих таких вот ниточек вернее я эти нитки разрезала то есть именно по метровым своим пасмам уже дальше я навешивала полностью весь моточек вот как бы который был сложен отдельное видео у меня для этой организации есть я с большим удовольствием его снимала очень рада что я потратила время и разложила все эти ниточки что сняла видео потому что мне именно вот что касается организации мне нравится такие видео снимать и смотреть и мне наверное даже будет приятно потом через какое-то время просматривать даже свои видео если сейчас мне не особо приятно я наверное больше стесняюсь смотря на свои видео но через какое-то время надеюсь буду больше удовольствия получать и меньше стесняться от просмотра своих видео ну поехали дальше вот так вот у меня начал вышиваться один из моих процессов это должна быть новогодняя игрушка пока это буквально полчаса работы здесь я пробовала разные стежки пробовала разные материалы подбирала какое сочетание материалов мне нравится вот если вы видите у меня работа будет вышиваться тремя ниточками посмотрите организация пока вообще никакая то есть я прям эти ниточки кучками так и наложила эти ниточки с моих влюбленных лебедей набора которые я расформировала потом я нашла вот такие вот шелковые ниточки я почему-то раньше думала что они для вязания и они мне так не нравились вязание потому что они такие достаточно скользящие но посмотрев вышивальный youtube я поняла что ими можно вышивать и вышивать ими одно удовольствие если честно они такие мягкие приятные блестящие то есть для новогоднего процесса это будет то что надо я если честно пока не могу настроиться на этот процесс по идее здесь если настроиться то можно сесть и быстро-быстро вышить но вот как-то не знаю не идет пока то есть мне надо вот дождаться какого-то вдохновения то есть мне хотелось чтобы у меня был какой-то зимний процесс но зимний процесс я вот сейчас начала сапожок и мне этого как-то достаточно а вот здесь сесть и заняться этой новогодней игрушкой но вот сейчас смотрю показываю вам мне хочется так все отложу сейчас сяду и все это буду делать поэтому не знаю как пойдет но вот такие вот вам такое продвижение показываю это пока самое-самое начало такая вышивка глади у меня получилось то есть я вот буквально зашиваю прям по самому этому рисунку на самой этой конве и вот подбираю цвета которые мне нравятся и я вот даже подумала вот здесь между этими лепестками либо можно так и оставить пусть этот бежевый или кофейный цвет так вот смотрится либо я здесь приготовила серебристые ниточки серебристые золотистые ниточки мальти колор я думаю может быть я сделаю какую-нибудь выкладную нить и вот вокруг и всех этих лепестков посмотрим как куда меня вдохновение понесет но пока вот такой вот процесс ничего особо не организовываю потому что ну вот как есть так и есть я здесь даже видите отдельную себе мусорничку придумала результат мне очень нравится посмотрите я с обратной стороны даже сделай себе флизелин приклеила взяла участок как бы ткань чуть-чуть побольше потому что вообще у меня такая задумка для новогодней игрушки естественно буду вот так вот все это обрезать но уже буду делать это тогда когда уже все отошьется вот этот участок я отшивала на таких маленьких круглых пяльцах сейчас я их пока сняла ну очень нравится но опять же надо только дождаться вдохновения ну и конечно самое главное мое событие ноября месяца это окончание маленького процесса изначально он должен был быть маленький но потом я решила его немного усовершенствовать и зашить фон и он превратился в такой средний достаточно процесс сейчас этот процесс у меня на этапе начала оформления которое у меня периодически возобновляется потом опять останавливается возобновляется останавливается но покажу пока как есть вот такой вот у меня маленький миниатюрный процесс который сейчас стал достаточно таким зимним и снежным за счет именно фона который я здесь вышила и придумала здесь фон зашит металлизированной ниточкой я добавила элемент вот такой вот рамочки рамочку тоже вышивала другим оттенком металлизированной ниточки здесь у меня добавился бэкстич который должен был быть по схеме еще я кое-какой бэкстич тут даже сама от себя добавила потому что из-за того что у меня сейчас все это на серебристом фоне чтобы хоть как-то эту работу выделить мне пришлось добавить какие-то дополнительные элементы к этому процессу и к этому отшиву я сейчас по ходу своего оформления снимаю видео поэтому что касается окончания этого процесса и его оформления то будет отдельное видео как оформление проходит мне в принципе очень нравится это интересно но опять же жду только вдохновения чтобы сесть и заняться этим оформлением по идее здесь пару часов работы и прям этот оформленный проект будет уже готов сейчас у меня этот процесс постиран и то есть если вы видите уже нету нанесенного рисунка на канву то есть это уже все у меня спокойно отстиралось сейчас его надо только отгладить я хочу на изнаночную сторону добавить флизелин вот так вот выглядит моя изнанка на данный момент здесь уже с бэкстичем совсем-совсем добавлю прочный прочный флизелин потом эту работу мне надо немного так выровнять потому что особенно вот эти элементы рамки немного как бы эту работу чуть-чуть так вытянули вот именно по краям а сама работа идет таким плотным полотном достаточно поэтому во время отутюживания и при утюживании флизелина я как бы постараюсь сделать это таким красивым ровным квадратом и оформление будет у меня без стекла будет на очень оригинальную рамочку и в принципе такой фон это все в тон той рамочки этот фон придумался только после того как я нашла ту рамку и придумала что для этого процесса хочу именно такое оформление вот такой вот маленький процесс но он очень такой тоже интересный получился очень такой зимний снежный надо только оформить и повесить я вроде бы все вам показала все что мне происходило в ноябре месяце я еще прошла проверила все свои шкафчики но вроде бы все рассказала давайте вам расскажу о своих планах на декабрь я буду заканчивать два процесса это свой кристальный набор по крайней мере я так планирую надеюсь что у меня меня ветер перемен меня не унесет в каком-то другом направлении и мне не захочется вдруг начинать какой-то другой интересный процесс и полностью отказаться от своих планов но на сегодняшний день планы такие я заканчиваю свой кристальный процесс я заканчиваю процесс вот эти руки в принципе здесь совсем совсем чуть сшивать посмотрим может быть по окончанию этого процесса я уже смогу начать оформлять эту рамочку но эта рамочка это все равно то есть вышивать эту рамочку это такой такой нема немаленькое занятие потому что все-таки здесь такая достаточно хорошая зашивка и буду я зашивать полностью полностью вот этот вот эту рамку для меня иногда кажется что отшив фона или рамки это как отдельно такой дополнительный процесс но как минимум я точно знаю что сам вот этот сюжет я уже точно смогу отшить потому что мне здесь осталось не так-то много этого два процесса закончить потом обязательно в своем сапожке я планирую вышивать как минимум 200 крестиков в день может быть даже больше но вот мой минимум это 200 крестиков в день естественно я его не успею закончить потому что сапожок он очень большой он гигантский и для меня все-таки этот процесс он интересный он классный он и в принципе сейчас к сезону подходит но мне хочется наслаждаться у меня нет какой-то такой потребности вот гнать и заканчивать потому что ну мягко говоря я не собираюсь я не ожидаю подарки от санта клауса в этом году или от деда мороза получить в этот сапожок я в этом году как обычно а вот к следующему новому году я все-таки очень-очень постараюсь этот набор закончить и может быть опять следующей осенью я к нему активно приступлю и буду его заканчивать хотя кто знает может быть я так по 200 крестиков и не буду останавливаться и буду потихоньку его сшивать это что касается сапожка другая идея у меня по окончанию это все-таки закончить и оформить своих птичек все-таки постараюсь я себя как-то настроить сесть и оформить там несколько часов работы может быть какой-нибудь из выходных я решу этому делу посвятить и уже не отвлекаться потому что в принципе это такое мероприятие когда я начинаю отвлекается то несколько часов превращаются в намного большее количество часов а когда вот уже сесть и заниматься только этим процессом то намного быстрее все получается что касается своего своей новогодней игрушки вот этого орнамента я постараюсь постараюсь к нему приступить его закончить насчет других новогодних игрушек я думаю но у меня нету такой потребности вот взять и сделать хочу не могу как-то вот ну что касается новогоднего настроения в в нашем хьюстоне когда здесь пальмы и цветы то мне кажется у меня это новогоднее настроение появится за три дня до американского рождества или за несколько дней до нового года сейчас пока нет у меня такого желания вот смотрю на ютюбе все прямо задачились и начали так с таким энтузиазмом вышивать эти новогодние игрушки это прикольно классно но у меня потребности к этому нету на данный момент если она будет то вы об этом обязательно узнаете мне бы хотелось чтобы она появилась и все-таки я смогла сделать новогодние игрушки по крайней мере планов много идей много но как пойдет так пойдет однозначно я буду концу нового года заправлять всеми остаточками ниточек свою новогоднюю игрушку которую я сделала в середине 2017 года но у меня там еще место свободное есть и те ниточки которые я насобирала за эти последние несколько месяцев мне надо опять туда все это поместить она уже у меня собрана но там не намертво это все можно как бы там надо будет только бантик развязать эту шляпку снять засунуть все остаточки ниточки которые у меня сейчас есть у меня еще целый месяц для этого поэтому я думаю это мероприятие я буду делать в конце в конце этого года для меня это такое даже знаковое событие мне очень нравятся эти ниточки внутри этого прозрачного шарика в общем вот такие вот планы а если походу появится что-то еще то буду с вами этим делиться еще у меня один план есть мы с моей сестрой собираемся как-нибудь строить такой рукодельный девичник и сделать новогодние игрушки в стиле артишок опять же по мастер-классу елены цвет у нее несколько есть идей несколько вариаций как в этом стиле можно делать новогодние игрушки эти видео настолько понятные настолько интересны я когда с сестрой посоветовалась и я показала я если честно изначально просто сказала посмотри какие красивые новогодние игрушки и мы как-то сразу с ней договорились а давай соберемся и сделаем такие же и вот мы подбирали ткани покупали эти гвоздики эти шарики в общем все что нужно для этих новогодних игрушек и в общем мы будем тоже устраивать такой рукодельный девичник и тоже вам покажу результат наших поделок напишите интересно ли вам будет посмотреть как мы с сестрой мастерин по мастер-классу Елены Цвет какие-то такие свои новогодние игрушки и интересно ли вам будет поучаствовать вот в таких вот посиделках на данный момент все я вам рассказала с планами своими с вами поделилась большое спасибо за то что вы в очередной раз зашли ко мне на канал и решили посмотреть чем же мой ноябрь мне лично запомнился большое спасибо что вы заходите смотрите мое видео оставляете замечательные комментарии мне это приятно я вам всегда об этом говорю большое вам спасибо за это и мы увидимся в следующем видео пока 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 я не знаю в следующем году